Ну а мы переходим к нашему первому спикеру, Степан Бугаев. Я немножко про него вам расскажу, потому что не рассказать про этого человека, ну это просто невозможно. Степан в настоящее время развивает дизайн-студию Точка Дизайна, входит в топ-100 лучших дизайнеров России по версии журнала АД. Помимо того, что он создает частные интерьеры, он еще сотрудничает с девелоперами и преподает в высшей школе экономики, ведет там авторский курс дизайн-интерьера правила создания успешного проекта. Выступает с открытыми лекциями по тематике интерьерного дизайна и сегодня ему выпала честь открывать наше мероприятие. Давайте его поддержим, поаплодируем и позовем к нам. Ну что, давайте познакомимся поближе. Я не видел, когда поднимали руки, но видно, что студентов достаточно много. А вы уже студент или вы уже закончили, ищите работу? Кто уже работает? Достаточно много, а кто еще не работает? Кто хочет работать? О, ну, круто. Меня сегодня сориентировали на вот такую тему интересную, но она на самом деле, как вы видите, двойная, поэтому мы ее даже шрифтом выделили. Одна из них о принципах работы дизайнера в команде, а вторая вот о том, что хочет руководитель. Почему-то организаторы считают, что эта тема одна, но на самом деле я ее даже вот в презентации разделил на две, потому что вижу, что это достаточно важная вещь, потому что одно дело, как дизайнер себя чувствует и как он работает в команде, другое дело, чего хочет руководитель. И руководитель, согласитесь, тоже бывает очень разный и может хотеть совершенно разных вещей. Я в первую очередь предприниматель, уже во вторую очередь дизайнер, и, наверное, это тоже очень сильно определяет мой текст и то, что я буду говорить, то, что хочет руководитель с моей точки зрения, с моей позиции. Каждый руководитель очень по-разному себя, собственно говоря, видит в жизни, очень по-разному требует, очень по-разному климат устроен в коллективе. В моей команде достаточно давно, достаточно демократичная обстановка, вот вы можете прийти к нам, попробовать себя, попробовать с нами поработать и убедиться в этом. Наверное, это связано с тем, какой выбор в свое время сделал я после института, и когда я начал работать, я очень недолго проработал в каких-то чужих компаниях, я буквально уже через 3-4 года начал делать свой бизнес, начал делать свою студию, тогда это еще была маленькая студия, мы начинали с трех человек, в какой-то момент мы дошли до того, что у нас было 60 человек в компании, и, наверное, это связано с тем, как вижу свой выбор я. В первую очередь я очень ответственный человек, ответственность в моем смысле это не только, это в первую очередь персональная ответственность, поэтому моя студия именная, она называется студия Степана Бугаева.дизайн, наверное, это в лучшей мере описывает мою ответственность. Во-вторых, это не бояться мечтать, несмотря на то, что мы уже не дети, все равно нужно в душе оставаться немножечко ребенком, вспоминать периодически себя в том возрасте, в том состоянии и мечтать. Иметь внутренний таймер, понимать, что самый наш главный, наверное, актив, самое вообще важное, что может быть, это время, и вот существует какой-то внутренний таймер, который подсказывает тебе, насколько ты в темпе, насколько ты хорош. Также мой выбор – это находиться в таких… Ну, собственно говоря, я занимаюсь креативными индустриями, в креативных индустриях всегда есть очень много неразберихи, каждый работает по-своему, и меня это безумно привлекает, поэтому я вот нахожусь в таких компаниях, люблю этот хаос структурировать. Также, если тебе что-то не нравится, ты с чем-то не согласен, будь готов менять, это вот также мой выбор, и это просто всю жизнь меня преследует, то есть если мне не нравится, как это все стоит, или ты делаешь фотосессию какую-то, просто иногда можно быть несогласным с фотографом, иногда можно быть несогласным, банально, с официантом, и вот менять все, что тебе не нравится. Когда ты входишь в такой режим, ты начинаешь по-другому работать, и жизнь становится вокруг тебя немножко лучше. Также хочу обратить внимание на то, что, наверное, очень важно рано или поздно прийти к тому, чтобы чувствовать какую-то большую цель, чтобы это была не какая-то… Ну, иначе ты можешь погрязнуть в рутине. Если ты ощущаешь какую-то большую цель, то живется лучше, работает легче. Ну и не забывайте наслаждаться результатом, чтобы не испытывать вот то, о чем сейчас говорят, так много, это вот эмоциональное выгорание, сейчас этого очень много. Наверное, это связано в первую очередь с тем, что руководитель сам не чувствует и не умеет нажать на паузу и дать команде возможность отдохнуть и насладиться результатом, просто обозначить. Я хочу рассмотреть сегодня… У меня есть два бизнеса. Один из них – это студия «Точка дизайна», второй – это проект «Флэтплан». Мы делаем такие тиражные интерьеры. Оба проекта отличают то, что мы достаточно много сделали вообще в принципе проектов за время нашего существования. Я 12 лет занимаюсь этим бизнесом, и за это время «Точка дизайна» сделала более тысячи проектов. А компания «Флэтплан» на прошлой неделе перевалили мы за 550. То есть мы сделали более полутора тысяч проектов. А, конечно же, это в первую очередь стало возможным благодаря команде, благодаря коллегам, благодаря таким вот, как вы, ребята, которые скоро станут частью каких-то других команд. И ни одна награда, ни один законченный проект не был бы возможен, если бы я работал один, потому что один в поле не воин. Я начинал, тоже, собственно говоря, когда работал один, я ничего не мог сделать. То есть это просто совершенно непрофессиональный подход – работать одному. Если вот есть такой замечательный урбанист Фреско, собственно говоря, я решил привести его цитату в пример. Она о том, что прогресс настоящий начинается с того самого момента, когда люди понимают, что нужно, по сути, работать в команде, обмениваться идеями. И что такое обмениваться идеями? Это не только умение эту идею, собственно говоря, высказать, но это еще и умение эту идею выслушать, потому что команда – это набор из очень разных людей, с очень разными ценностями, с очень разными жизненными взглядами и вообще бэкграундом. И не могут быть люди… Это очень большая редкость, когда, знаете, как в инкубаторе собраны абсолютно одинаковые люди. А когда люди разные, у них разные идеи. И вот тот руководитель, который смог, та компания, которая приветствует эту идею обмена, собственно говоря, идеями, она выигрывает. Мы однажды поменяли офис, и первым делом, когда мы этот офис сменили, мы планировали, как будут устроены кабинеты, очень хотели, чтобы сотрудники чувствовали себя более комфортно, повысили вот этот, знаете, коэффициент площади на душу сотрудника, прочитали кучу международных исследований, какая самая интересная форма столов должна быть для того, чтобы там была максимальная производительность. Выяснили, что это такие должны быть тройнички, то есть столы должны быть не друг напротив друга и не по периметру расставлены, а что это должны быть такие вот кластеры из трех… ну, треугольники, да, и где вот по углам получается, ну, не по углам, а по сторонам треугольника сидят сотрудники. То есть мы сделали вот такую штуку. И сделали open space. Но помимо всего прочего, мы выделили отдельное помещение, достаточно большое, порядка 40 квадратных метров, и сделали там большой лекторий. Тоже объявили внутренний конкурс из дизайнеров на то, как будет выглядеть этот лекторий. Получилась такая прикольная… Вот кто был в гараже, наверное, музее, видели там вот у них из фанеры есть такие ступеньки прикольные. Вот мы сделали что-то очень похожее, фанерные ступеньки с фетровыми подушками, с, значит, тоже проектором. И моя основная идея была сделать такой вот форум, лекторий для того, чтобы люди могли в нем обмениваться идеями. Дальше было дело за малым. Нужно было придумать несколько форматов того, как ребята обмениваться этими идеями. У нас лет семь уже в компании прижилась, и очень хорошо работает традиция презентации проектов. Каждый дизайнер перед тем, как делать презентацию внешнюю клиенту, делает презентацию внутреннюю. Собственно говоря, в этот момент он сталкивается и с критикой, и с советами, и с какими-то еще форматами обмена идей. Поначалу это было достаточно жестко, то есть это было прям вот такие баталии. Но сейчас, когда это уже стало форматом, люди прям, ну, коллеги, да, идут и очень активно слушают, какой бы критика ни была, позитивная, негативная. То есть удалось создать такой вот формат. Собственно говоря, это вот, к слову, об обмене идеями. А вечером этот лекторий прекрасно работает, особенно по пятницам, как неформальное общение с бокальчиком вина, и это тоже обмен идеями. Соответственно, готовность обмениваться идеями, в моем понимании, очень сильно согласен с этой цитатой, двигает прогресс. Также очень важно быть профессионалом и окружать себя профессионалами. Ну, то есть элементарно, профессионализм – это когда у тебя есть и знание по поводу стандартов того, что от тебя хотят, и понимание соответствует, что этим стандартам или нет. Профессионализм – это когда ты идеологию компании, идеологию продукта можешь поставить выше, чем свою. Профессионализм – это когда ты периодически забываешь о чувствах и делаешь то, что надо. Тот руководитель, который в состоянии транслировать эту ценность и показывать своей команде основные вот эти вот идеи профессионализма, выиграет. Выбирайте компании, в которых вы это почувствуете. Если вы увидели, что какой-то местечковый подход, бегите оттуда, потому что вы просто будете тратить свое время. Нужно и важно быть лидером. Лидер – это тот человек, который не просто там бежит впереди, там как паровоз, и всегда кричит, там бьет себя в грудь. Лидер – это ситуационная модель, она может возникать, вы можете в какой-то ситуации лидером быть, а в какой-то лидером не быть. В моем прочтении лидер – это представьте себе ситуацию, в которой вы ни разу не оказывались, или команда ваша ни разу не оказывалась. Лидер – это человек, который в состоянии сесть, подумать и взять на себя маленькую долю ответственности и сказать, что давайте попробуем сделать так, и попробовать в этой конкретной ситуации повести за собой команду. Вот такое в моем понимании прочтение лидерства. Также важно распределять роли, потому что команда, коллектив, который работает в частности над дизайн-проектом, если это уже более или менее осознанная студия, обычно это достаточно разношерстная публика. То есть там будут и дизайнеры, там будут какие-нибудь наверняка закупщики, может, будет маркетолог, пиарщик и так далее. Очень важно понимать, что будет хотеться дать совет своему коллеге, потому что будет со стороны казаться, что он что-то делает не так. Распределение ролей – это как раз тезис продолжения профессионализма и продолжения об умении слушать. Это когда ты понимаешь, что ты делаешь какую-то свою задачу, как вы решили, а второй человек делает какую-то свою задачу. И перед тем, как давать советы, нужно убедиться, что ты хорошо делаешь и профессионально делаешь свою работу. Я продолжу эту мысль, она будет там чуть дальше. Также очень важно проникнуться продуктом, проникнуться компанией, в которой ты работаешь. Если ты попал в команду и ты не можешь коротко в том же разговоре с родителями, с друзьями быстро и внятно и четко рассказать, чем ты занимаешься, с блеском в глазах, наверное, это не то место, в котором нужно работать. Если у тебя удается, собственно, если, говоря, тебя волнует то, чем ты занимаешься, то будет круто развивать это чувство через то, что ты будешь амбассадором своей компании, амбассадором своего продукта, ходить и рассказывать, как у нас классно работается, рассказывать своим друзьям. У нас какой-то момент дошло до того, что, ну, прям, не знаю, ну, порядка 10 человек в компании джуниор-дизайнеров работало, ребят, которые знали друг друга, они были после одного института. Это был как раз вот тот самый эффект, я наблюдал эффект, когда приходили ребята, потому что рекомендовали другие, потому что им очень нравилось. Соответственно, это вот такой момент. В продолжение тезиса о распределении ролей, я как раз хотел сказать о том, что распределение ролей и быть командным игроком, это примерно об одном и том же, просто немножечко о разном. О разном это то, что имеется в виду, будь профессионалом в своей узкой какой-то стезе и там развивайся, а командный игрок уважай задачи, которые стоят перед твоим другим сотрудником, перед твоим коллегой. Потому что, ну, элементарно, при выполнении дизайн-проекта, при воплощении его в жизнь, на проект накидывается достаточно большое количество специалистов разных. Это может быть и какой-нибудь строитель, это может быть какой-нибудь менеджер, закупщик, дизайнер, инженер, специалисты абсолютно разные. И я часто наблюдаю неспособность играть в команде, дисбаланс, давление на свои какие-то интересы, неспособность вовремя ответить и увидеть в вопросе важное для другого человека. Просто вот какая-то такая вот однополярная история. Это всегда видно со стороны, особенно для профессионалов, которые давно работают, и такие ребята не приветствуются. Ну и, наверное, завершая первый блок о… не о том, что хочет руководитель, а о главных каких-то принципах, это тезис о системном подходе. Системный подход — это, наверное, знаете, сейчас есть такие ребята, у которых спрашивают что-то, они говорят, «Ой, это не мое дело, я вот свое что-то делаю». Вот системный подход — это когда человек, может быть, свое, конечно, и делает, но у него все равно хватает интеллекта, эрудированности, окинуть все взглядом и посмотреть, как это вообще в принципе целиком работает. То есть это, по сути, ответ на вопрос, а что делает мой сосед. И короткая какая-то, короткая интро на вопрос, а что делает вот рядом сосед. То есть это понимание того, как работает в целом система. Понимание того, как работает система, позволит лучше понимать свои какие-то идеи, где можно вырасти. И просто, наверное, тоже выделит вас на фоне других, и у вас будет просто больше понимания, как работает с изменениями в этой системе. То есть системный подход показывает, что точечные изменения невозможны. То есть если вы даже на уровне дизайн-проекта меняете какой-нибудь светильник, нужно четко понимать, какие последствия это может принести, на каких чертежах нужно внести также правки, кроме того, что вы внесли правки на чертежи света. То есть понимание того, как работает система целиком, это вот в моем тезисе, это системный подход. Давайте теперь поговорим, чего же хочет руководитель. Конечно же, в первую очередь он хочет развития. И важным тезисом, любая моя мысль здесь, это не односторонний какой-то режим, что только руководитель что-то хочет. Я как раз хочу призвать вас к тому, чтобы вы всегда в себе какие-то находили и чувствовали, есть ли у вас какие-то такие мысли, когда вы приходите на работу. Чувствуете ли вы, что по отношению к вам кто-то требует развития, способна ли компания дать это развитие. Когда приходит молодой сотрудник в компанию, ответственности в этой компании, собственно говоря, за этого сотрудника, на мой взгляд, должно быть даже больше, чем у сотрудника перед этой компанией. Потому что от того, насколько им займутся, насколько молодой талант чувствует, что им занимаются, зависит все. Первые три месяца определяют путь в этой компании. Если вам сразу начинают выделять интересные задачи, четко формулируют, что вам нужно сделать, курируют, следят за успехом, то, наверное, это в лучшей степени будет доказательством того, что от вас хотят развития. У меня были случаи, когда моя, наверное, одна из первых работ была такая, что я закончил физико-технический институт и пошел работать в научное какое-то предприятие. И меня, когда привели на мое рабочее место в первый день, мы очень долго шли по офису, в общем, в какой-то лабиринт, и пришли в самую дальнюю какую-то комнату без окон. И меня туда посадили, дали мне несколько книг, наверное, и мануалов о проблематике, которой собирался заниматься, и сказали, что приду через две недели проверить, как я это прочитал. Собственно говоря, это максимально яркий пример того, как, наверное, вряд ли от меня хотели развитие. Потому что развитие — это когда в те же книжки можно было обсудить, можно было устроить намного более интересный диалог. Наверное, не стоило меня на две недели бросать. То есть очевидно, что я ничем хорошим эти две недели не занимался. Я сидел и думал, вообще, надо оно мне или нет. Вот с первых дней все начинается. Что касается роста, это похожая тема. Просто если развитие — это больше процесс, если развитие — это больше про то, как с вами работают, то рост — это про результаты. И каждый руководитель хочет от вас роста. Как я для себя определяю рост? Вы знаете, я каждый год перед Новым годом пишу какие-то для себя цели. И записываю их просто банально. Хочу того, того, того. И, наверное, количество целей, которые я для себя определил и реализовал к следующему году, в моем случае в каком-то определяет рост. Я думаю, что также для любого молодого специалиста вот эта попытка спрогнозировать, что он хочет от себя в течение года, что он хочет от себя в течение трех лет. И то, как он это, собственно говоря, достигает, и как команда, и как компания дает ему это сделать, это и есть рост. Любой руководитель очень четко видит прогресс. И если прогресса нет, то, возможно, даже ничего страшного не произойдет. Существуют компании, в которых вот этот вот кредит доверия, кредит на этот рост выдается достаточно большой. Но, наверное, человек с меньшим ростом, с меньшим прогрессом в каком-то внутреннем конкурсе на раздачу лучших проектов, на лучшее какое-то внимание, будет смотреться менее выигрышно. Не скрою, что самые лакомые кусочки отдают тем, кто максимально хорошо с ними справится. Это, наверное, один из основных моментов, для чего нужно расти. Креативность — это то, ну, слава богу, что мы работаем в индустрии, где она приветствуется. Вот креативный бухгалтер, наверное, вряд ли кому-то супер нужен. Но понятно, что в чем-то, наверное, креативность бухгалтера тоже полезна. Если говорить о креативности дизайнера, то это способность не сидеть на месте, это способность, наверное, анализировать новые тренды, способность их как-то видеть и развивать собственный взгляд. Что плохо? Поначалу, конечно же, в любом случае нужно опираться на какие-то понятные рецепты того, как сделать успешный интерьер, как сделать успешную работу. И не самым плохим вариантом будет являться копирование, возможно, какого-то даже чужого стиля или тиражирование своих собственных идей из проекта в проект. Но, повторюсь, мы сейчас говорим не о внутреннем каком-то ощущении, а о том, что со стороны всегда есть какой-то внешний наблюдатель, который за всем этим смотрит и делает какие-то оценки. Креативность — это способность не только нестандартно посмотреть на какую-то задачу, креативность — это способность развивать в своих каких-то идеях, способность развиваться в них и приносить в них постоянно что-то новое, а не стоять на месте, как муха в янтаре, застывшая. Разумеется, каждый будет, руководитель, требовать результата, потому что процессы — это хорошо, можно быть самым лучшим 3D-визуализатором, но если ты делаешь плохие картинки, но ты при этом обложен мониторами и знаешь, на какие кнопки нажимать, наверное, этого будет недостаточно. Очень часто речь идет о том, что, ну, как, знаете, урожай собирают в августе, если результат плохой, то плохо, несмотря на то, как ты трудился. Или вот можно на табло посмотреть футбольные команды, и вот это тоже результат. Это как раз про это. Давайте еще здесь скажем о том, что результат — это не только некий финальный, глобальный большой результат. Результат — это еще и много чего посерединке. В работе всегда есть совещания, в работе всегда есть какие-то встречи. Ходите на эти встречи с тетрадкой, записывайте эти задачи маленькие, промежуточные, и помните, что от вас чего-то ждут, и, возможно, ну, просто какая-то банальная просьба, там, Маш, Кать, посмотри, пожалуйста, вот какие-то конкретные там предметы. Есть вообще такое уже, придумали или нет. И где-то, может быть, через неделю инициативно подойти и сказать, что ты посмотрел и нашел, или посмотрел и не нашел. Это тоже про результат. То есть мы говорим сейчас о том, что это некое, ну, в каком-то смысле послушное выполнение задач, которые на тебя валятся. Конечно же, каждый руководитель хочет, чтобы его сотрудники поддерживали, потому что руководитель часто вынужден принимать непопулярные решения в коллективе или сложные решения, да, которые коллектив может там по-разному воспринимать. Хорошо, если руководитель может спокойно, доходчиво объяснить своим коллегам, почему он это решение приемлем. Я могу привести пример. Допустим, приходит какой-то клиент с очень интересным интерьером, но в середине с ним что-то не получается. Или бюджет, который мы можем ему предложить выше, чем он хотел, или, ну, вообще что-то там из рук вон плохое произошло. И сотрудник очень хочет, ну, дизайнер очень хочет продолжить работать над этим интерьером, а руководитель принимает решение, что вот мы не можем это сделать. Ну, это такой банальный пример. Могут быть другие примеры, в котором желания и возможности расходятся. Собственно говоря, конечно же, каждый руководитель в этом случае хочет поддержки. И тут важно держать какой-то баланс. Никто не должен передавливать и часто не давать реализовывать какие-то идеи. Но при этом, если вы видите, что руководитель, ему нелегко, и он вот что-то такое делает, то поддержка будет важным преимуществом. Каждый, конечно, руководитель креативной студии хочет, чтобы у вас был потенциал намного больше, чем то, что видно изначально. Такие, ну, как можно проявить себя, мыслить шире и быть неординарным возможностей масса, это вплоть до того, какую одежду вы носите. Потому что от нас ждут неординарности. Мы можем во всем это проявить. В сумке, которую мы носим, в значках, которые мы прикалываем и так далее. Ну, есть еще очень важные качества, которые уже не относятся к профессиональным. Я их выделил в отдельный слайд. Это просто банально человеческие общепринятые качества. Это вот все то, что обычно пишут в резюме. Важно, чтобы за это вы могли ответить. Если вы пишете, что вы честные, то будете честными. Если вы пишете, что вы инициативные, не сидите с каменным лицом. Вот. Это важно. Ну, и вот самое главное, что если вы это написали, то нужно быть человеком. Человеком слова. Человеком в банальном смысле. И если ты просто способен с общечеловеческим каким-то подходом в команде быть. И просто не забыть поздравить кого-то с днем рождения или еще что-то сделать. Это как раз то самое, чего от вас ждут. То есть помимо… Ну, никто не будет терпеть суперпрофессионала, если он, хотел сказать, если он не очень человек, если он не очень комфортный человек. Буду рад продолжить общение с вами в каких-то приватных историях. Можете мне написать. Я могу выслать и список литературы, которые можно почитать, и еще чего-то. И вообще я работаю много с молодыми ребятами. Преподаю в школе. Мы выпустили с Настей уже более 150 человек с годовым курсом дизайн интерьера. И, в принципе, мне очень понятна история общения с молодыми профессионалами. Буду очень рад. Спасибо. Если есть вопросы, можете задавать. Можете отпустить меня досыпать. Спасибо.